Привет, дорогие друзья! Если вы живете не по месту прописки, не забывайте, до 15 числа еще есть немножечко, но все-таки есть время, и вы можете еще поменять место своего голосования. Это важно, да? Настолько же важно, насколько важно 21-го прийти и проголосовать. Ну что, а теперь настало время выразить свой колоссальный респект Житомиру. Здравствуйте, а вы что, Шария поддерживаете? С красными шариками. Анатолия Шария, это партийный символ. Не знаю, не знаю. А, вы просто доставляете? А кто заказал, не знаете? Ну, они очень умные думали, и они заказали красные и черные шарики, желая показать, ну, как бы продемонстрировать флаг УПА. Опять-таки, повторяю, они настолько тупые, что они сами поверили в свою ложь, что нас это должно каким-то образом взволновать, что мы пророссийские и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, ну, когда долго повторяешь какую-то ахинею, то иногда, может быть, даже сам начинаешь в нее верить. Мы сказали, спасибо. В результате, к слову, там парохоботы подрались с парохоботами, потому что у одного из парохоботов был красный шарик, купленный парохоботами. Ну, знаете, как оно бывает. Далее я думал, с пояснениями или без? Я думал, минимально мои пояснения. Я хочу, чтобы вы увидели всю картину и насладились ею так, как я насладился. Как я насладился, ею я. Хальва! 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 Дорогие друзья, витайте, будь ласка, на сцене пятого президента Украины, лидера полембичной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Петра Партия «Европейская солидарность» Петра 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 Пет Мородер! 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 Мород Я хочу сказать, а кого же они славят? А они славят Яруковича, Путяна и Шария. Чи самая глава в Витомире? Шария! 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 Все 20 людей, вони хотят засняти для того, щоб прот idealих медведчиков, правильных звуков 같아, что у нас другая дочка была Друзья, мы нам этого сделать не дамо. Мы Житомир, мы Украина. Мы точно не будем стоять. У нас едино-патическая страна. Я наголошу, я наголошу, что мы мимо спокойно провести сегодняшний закон. Я себе вздаю внимание, что сегодня есть бездействие полиции. Это ваша бездействие. Это то, что вы не проводите между акций. Это работа полиции на протиболее. Украина! 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 Украина Украина без Порошенко! Ні з Україною, ні з Майданом немає. Вони це роблять лише для того, щоб зазняти це для російських і проросійських тенелів. Ми вам дякуємо, ви можете померчати, бо сріяці ви точно не зберетеся. Не прешить! Не прешить! Не прешить! Не прешить! Друзі, слово Україні! А теперь, мы gallем вас прочтнуть! Порошенко! Айбас! 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 Глупые! Глупые! И вот так думаем разом, их не чути. Друзья мои, вспомнены в том Я думаю, что если бы мы так давали Вильцичу российскому агрессору в Читинграде, Путин сегодня был бы в життане. Если бы мы так давали Вильцичу российским провокаторам, Путин сегодня был бы в Киеве. Женщина, вам уже надо в эллинаторах! Уйдите отсюда, если вам не нравится! Шарим и Дэ! 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 И для этого я выбор! Для этого я выбор, чтобы не было пострадавших в начале. Сегодня мы хотим видеть во владе. Но им выборы, как киска в горле. Им выборы, как сегодня тотальная перешкода. Им нужно все! Им нужна окупованная Украина. Их лидер сидит до кордона. Их лидер называет украинцев бидлом. Некоторыми человеками. И мы решили им закопить владу в нашей державе. Я наголошу. Самые критики выборчей списки формуют в часу любую политическую культуру, новую политическую практику. Они приведут до ради абсолютно нових, сильных, по-украинских людей. И в таких людей точно никогда больше не будет жодного шанса. Прийняття сегодня закону – это величезный критик, который только отвечает нашей европейской стратегии. Друзья, еще раз. Торосенко! Добрый. Бальба, большоеong growing up! Бальба, боль, ооеongи! Я уверен Army, Томюс, что это никак не означает Европы. Куда aboutевает страну европейская солидарность? Это озмака российских провокаторов, которым сегодняшний день за хранение в Украине кошти Кремля найдали молодики. Посмотрите, этим молодикам нужно в армию служить, а они с кульками играются. А вы сюда пришли лить воду на страну-агрессора. Ничего у вас не выйдет. Я уверен в том, что наша победа, это ближе и ближе. До выборов на лише все, это очень легкий термин. А мы никак не дадим им сегодня диктовать нашу волю. А мы еще раз, ибрекло, ибрекло, ибрекло. Ибрекло, 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 ибрекло. Они не могут никого не выбрать. Они сидят на ютуб-канале. Им каждому прислали 30 срібреников. Виктор и подключатели. Вони думают, что в такой способ им удастся дискомфортировать нас. Еще одна важливая позиция. Вони не выходят на митинги будь-ку. Им байдуже медведьчуки. Им байдуже бойки. Им байдуже будь-ка інший. Команда Путіна виходить лише до нас. Путін боїться нас. Он трестовує тих негідники для того, чтобы нести наши предприятий. Остаточный прощавай! Остаточный прощавай! Остаточный прощавай! Все рівни переможем. Знаете, что там не делась? Ні, 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 увага. Это было выхождено, когда Украина получила безвиз. И я тоді сказал. Остаточный прощавай, лефіра. Прощай! Прощавая Россия! Страна работ! Страна Господь! И вы, присильники Сарія! И вы, элитовый народ! Подобается вам Лермонтов? Не подобается, потому что вы его не читали. Я твердо переконанный, что нам нужно на них не обратить внимание. Что нам нужно идти дальше. Далее до нашей победы. И сегодня я тут, в Житомире. В Житомире для того, чтобы поддякувать вам, житомиряне. Поддякувать за ту поддержку, яку мы отримали в 2014 году. Поддякувать за ту поддержку, яку я отримал под час виборчей кампании 31 березня 2019 года. И поддякувать за 21 квотня 2019 года. 4,5 миллиона украинцев поддержали меня и мою команду. А их 20 людей. 20 людей. А их 20 людей. А их 20 людей. Вам на політичной карте Украины нет места. Заспокойтесь, ваши деньги вас не врятуют. Мы тут собрались для того, чтобы отзначити нашу славянную 95-ю бригаду. Вона им також, как киска в Ловле. Браво! 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 А что зробив ты? Бригады! А что зробив ты? Браво! 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 Б Вот это ватарь, вот это ватарь, и вот это шоу, а кто не где в Аташово в Украине? Поро скажите мне, звучи Андрей, а ты не чуешь? Не чую, полчит. А вы говорите, что что вы понимали, что этот бродячий цирк по каждому городу. Я прошу относиться до них лояльно, они трохи зараз мечают, потому что мы их не погодували. Бачите, они там за клеткою. Їх глобует добрый Шарий, в принципе, и Россия. Цикаво, что... Бачите, они прислушаются навіть до меня, любят мой голос. Это очень приятно. Шарий про меня взгляну, ввиду, мой фанат. Они кричат, секундочку, они кричат, ганьба, мені волонтеру, мені людина, яка боролась над франаційной фронтой, протиосійськой агрессии. Я просто, что хочу вам сказать? Я вчера еще сказал в одном месте, что я, как демократичная, я лояльно отношусь до всех людей. Навіть до таких людей, які є нетрадиційною, я не побоюсь этого слова, нетрадиційною політичною орієнтацією. Але, але є в ней, але, треба розуміти, що за такими людьми потім идуть російські танки. З них началося в Луганске и Донецк. Такие люди, как я, в ней, руководят украинскую тему, что они не должны говорить. я не могу им кричать, но так они не кличут сюда, они не проявляют митинги, они саджают за репости, вы понимаете, и одно или поздно это произведет, если мы будем позволять им только делать, произведет это и нас в стране. Остаточный, прощайай! Остаточный, прощайай! Боже, не мало ли какого-то печенька им дать, они что-то там выскочили. Хлопцы, я ж бачу ваш автобус, как вы ехали сюда. Я ж бачу у этого хлопца, который в этот новый партнер Шария был одержан в клоуна, и это было правильно. Почему вы сейчас без костюмов клоунов? Вы же клоуни на самом деле. Еще один раз, все важное сейчас будет для вас. Я не хотел сказать, послушайте, вы должны понимать, что вы работаете на нас сейчас. Я не хотел открывать этот секрет. Почему? Потому что перетекания электората до Шария от нас нет. Только в наших политических конкурентов ОПО-блоку. Так что, пожалуйста, занимайтесь. А Шарий в Раду не проходит, потому что он не в ДАГА. Потому что, наглядно, я лучший блогер Украины два года подряд. А Шарий, чувак, слава Украине! Друзья, я дуже дякую за добрые слова, за ваши отпуски на честь Андрея Полтавы. Теперь порада для всех, порада для всех, в том числе и для вас. Друзья, я хочу наголдати. Сьогодні вирішується незвичайно важливое питание для доли нашей страны. Какая она будет? Куда нам идти? Або мы продолжим рух, каким мы нашли пять лет, и так нервуюсь замовники всех сегидников. Або они будут тягнуть нас на нас решение. Або они будут тягнуть там, где сидит их замовник. Куда он идти? С Украины. И какому байдзу Украину? От нашей из вами единственности. Залежит. А вот на этом моменте я точно недопонял. Шари хочет затянуть людей туда, куда он сам втик. А ввиду того, что из открытых источников мы можем понять, и поэтому мне отказано, что Шари втик в Европу и проживает в Старой Европе, в очень хороших странах, то получается Шари в Европу тянет. Что он несет? Что несет этот баран, который раньше по недоразумению являлся президентом? Куда втик? В России он имеет в виду? Я в России что ли? Этот козел столько раз повторял это, что сам опять-таки в это поверил. Или что? Ну а по поводу того, как Андрей Полтава там оскорбляет людей и все. Я же говорю, это фишка европейской солидарности ездить и оскорблять людей. Очень напрасно. Они говорят, что их электорат не реагирует на вот такое поведение Порошенко. Они-то, конечно, свой электорат считают тупо животными, которые вообще мыслить не умеют. Но многие, я точно знаю, точно присмотрелись к Порошенко и увидели его совсем в другом свете. Равно как и всю его команду, которая может выходить и оскорблять. Посмотрите на красавцев. Ты че? Ты че больны? Ай, вы че больны? Выбачьте за выбл***ки! Выбачьте за выбл***ки! Ты че робишь? А ты кто такой? А ты кто такой? А ты кто такой? Журналист. Молодец. Та это можно распечатать. Конечно, попробуй распечатать. Откажи свою ксиву. А мне откуда ксива? Ну так ты ксиву она там все трогаете. А кто тебя трогал? Я тебя трогал. Ты че охренел? Смотри, чтоб тебя не купили. Просевай! Будешь потом знаешь, что делать этой рукой? Напишешь мне. Руки забрал? Я тебе сейчас заберу. Руки забрал. Смотрите, мы задаем вопрос, а вы реагируете неадекватно. А ты и вы тоже? Я дыкаю. Смотри, я тебе дыкну. Смотри, он вырубил. А я не буду пробовать. Не, 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 не. Да, да. Да, да. Ходим, ходим, попорычал бы. Коля, отойди. Хорошевай, б***ь. Петя. Добро! Все тогда. Ходи. 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 Перестань. Ходи. Ходи. Ну, мы так не делаем, Коль. Нет. Это на самом деле вот так вот и звучало. Мне нравится. Ходи. Поставить за номер. День. Четыре. Армия. Шариль. Мама. Мира. Шариль. И еще гушнуше армия. Жариль. Мама. Шариль. Вира. Шариль. Армия. Мама. Шариль. Мира. Шариль. Дякую, ваши добрые! Я думаю, что справедливее будет остановиться на тех людях, которые сделали это до выборов, еще не видя результата, но веря в него. Пишите свои впечатления от этого видео в комментариях. Мне всегда интересно почитать комментарии. Пока, друзья! Хе-хе-хе-хе!